Сегодня день памяти жертв политических репрессий. 30 октября 1974 года осужденные, отбывающие наказание в мордовских и пермских лагерях, начали голодовку против политических репрессий в СССР. Однако гонения на идеологических врагов начались значительно раньше. Всего с 1918 по 1989 год в нашей стране были осуждены или погибли в лагерях и тюрьмах около 100 миллионов человек, практически половина населения. Придя к власти, большевики начали переписывать историю, безжалостно вычеркивая из нее имена политических оппонентов. Меньшевиков, эсеров, кадетов. Пик репрессий пришелся на 30-е годы, когда врагами Родины объявили миллионы человек. Часть их была расстреляна, часть погибла в лагерях. В Чувашии, по официальным данным, советская система погубила свыше 14 тысяч человек. В их числе советские партийные руководители, врачи и учителя, рабочие и крестьяне, священнослужители, представители дореволюционного дворянства, творческой интеллигенции. В Чебоксарах тела расстрелянных закапывали на окраине городского кладбища по улице Богдана Хмельницкого. Скажите, пожалуйста, а вы знаете, по какому поводу сегодня цветы здесь? Не знаю. Повод не знаю, но памятник знаю. Часть афганцев. Афганцев? День, памятник жертв репрессии. У меня, у жены, отец был репрессирован. Дальше родственники были репрессированы. Дальше они были на поселении в Кирсково. Здесь, в репрессии, Сталина расстреливали людей невинных. После смерти Сталина репрессии не носили такого массового характера, но попытки критиковать действующий политический строй наказывались по-прежнему жестоко. День жертв политических репрессий – еще одно напоминание о том, что нельзя заставлять человека выбирать между духовной свободой и жизнью. Эти понятия неразделимы.